Чё как? Добрых вечеров, товарищи! Сегодня отзывы о компании Рошен. И по традиции 3 секунды истории. Компания основана в 1996 году. В состав корпорации входят следующие производства. Киевская кондитерская фабрика Рошен, Винницкая кондитерская фабрика, Кременчугская кондитерская фабрика, Клайпетская кондитерская фабрика Литва, Кондитерская фабрика Бонбонетти, Будапешт, Венгрия, Винницкий молочный завод Рошен, Бисквитный комплекс Рошен Борисполь, Украина, Липецкая кондитерская фабрика Рошен Россия. В 2000 году бюро маркетинговых технологий производит ребрендинг компании. До нулевых оно называлось Тупор Укрпроминвест кондитер. Как вы догадались, контора, которая не могла своять себе звучное название, что это, блять, такое? Бюро маркетинговых технологий. Так вот, эта контора долго и напряженно думала и думала, думала. Рученьки терпнуть, злипаються віченьки, Боже, чи довго тягти? З раннього ранку до пізньої ніченьки Голкою денна верти. Кров висисає, оте остогиджене, Прокляте нишком шиття, Щопананя вередливе зманіжене, Вишверне геть на сміття. Де воно знатиме, що то за доленька, Відшук черствого шматка, Як за роботою вільна неволенька, Груди ураз дотика. Примерно в таком измученном, выматывающем все силы режиме, они создавали, ваяли, тупо убрали две первые и последние буквы из фамилии Петра Порошенко. Это просто пипец, какая ирония, бывший президент Украины диабетик, король сладкоежек не может есть сладкое без дозы инсулины, плак-плак. По размеру производственной мощности и физическому количеству продукции правильные источники отводят компании 15 место в кондитерском мире по значимости. Ну-с, а теперь к отзывам о работе в компании. Пишет Маріночка, продавец-консультант город Киев. И так, працюючи в рученні, вы должны понимать, что ваш рабочий день начинается из 7.00 и до 21.00, або ж до 22.00. В зависимости, сколько и как работает магазин. Увесь час вы должны будете працювать в торговом зале, пританцовываясь біля каждого покупца, а если нет – кеп. Окрім этого, вы носите товар, делайте ротацию на цикерки. Если вы зайняете товаром, но увидите, что идет покупец, кидайте все и бежите, падайте у ноги покупцевой, иначе – кеп. А если гидно не обслужить таймного покупца, готуйтесь писать кучу пояснювальных и кеп. И вот так завжди, будь-яка дрібничка, кеп-кеп-кеп. Что до карьерного росту, он то есть, но задумайтесь, что оно вам нужно. Одни нервы. Я згадую свою работу в решении, как страшный сон. Я заробила тут кучу хвороб, адже постійно на нервах, постійне недосыпание, а еще кондиционер. Как включается з раннюю весну, и працюють до жовтня. Керівництво не цінить своих працівників ні граму. Постійні приниження, залякування, штрафи. Не розумію, чому вище керівництво в обличчі пана Москалевського не звертає уваги, як себе поводять по відношенню до працівників Становська, очертюк. Хіба то добре, коли є постійне звільнення і текучість кадрів. Я згідна із тим, що керівник повинен бути строгим, але це керівник повинен бути хоч трохи людяним і спідлеглими. А то нас навчають, що керуючий і продавець – це один колектив, це одна команда. Так чому ж тоді пані Становська, а чертюк не дотримуються цього? Таке враження, що перебуваючи на високих посадах, їх основне завдання – доводити людей до звільнення, принижувати, насміхатися, залякувати, а ще мати своїх улюбленець. Тобто, якщо керуючий магазином безпорадно становить кепи підлеглим, коли керуючий тримає своїх підлеглих як собак на короткому повітку, то діти в очах вищезгаданих керівниць – класний, очі будуть закривати на все. Тому, якщо ви шукаєте роботу, Рошен краще обходити стороною. Тут можна заробити хіба що кучу хвороб. А ще переобліки. Тут часто і густа затягуються до пізньої ночі, і таксі ви оплачуєте із власної кишені. Чесно, зараз і продукцією не хочеться зовсім їхньої. А новлення нема ніякого. Одне і теж. Краще б думали, що нового додати в асортимент, а не як оштрафовувати когось, та побільше, побільше. Пішет чел под ником Правдоруб Город Київ. Був на собеседованній техніческий директор некто Алексей, просто гандон. Видимо, його в детстве сильно гнобили родители, а потом оно пошло на курсы НЛП. І тепер пытається самоутвердити своє жалкое эго за счет других. Задаєт по НЛПшной методичці дурацкие вопросы, щоб вивести із равновесії. Якщо таке на старте, то що оно буде далі нести? Да і предлагаємі деньги не соотносяться даже в Києві з аналогичними зарплатами. А якщо все требування, як вони хочуть, то це смішна і жалка подачка для откровенних лузерів. Не рекомендую цих мудаків. Ні їх кончене руководство, ні їх начальство. Восхваляє контору продавец-консультант или продавщица-консультантша. Или продавалка. Як щас правильно, ми ж за толерантність. В общем, город Днепр. Плюси. В компанії работаю с открытием магазина в городі. Очень хотела попасть на должность продавца. Именно в Рошен. Работать действительно нужно на ногах более 12 часів. Но зарплата хорошая, так що 15 смен в місяць спокуха можна выдержати. К тому же є реальний кар'єрний рост. Якщо стараєшся, вкладываєш сили, тебе обязательно заметят. Отличний коллектив, прекрасна управляюща, отзывчивий і справедливий чоловік. Нам с ней повезло. Що можна улучшить? Меня пока все устраивает. Р-р-р-р-р-р-р-р-р. Жалуються аноним. Город тоже анонимен. Щоб не розшукалы и не з'їлы. Кумовство и воровство на местах. Долбаный менталитет, от которого пора избавиться. Начальники не знают своих обязанностей. Не умеют разговаривать с людьми, хотя должны уметь найти подход. Решать конфликты, проблемы. Мало сотрудников, которые на своем месте. Много случайных и лишних левых без опыта Потому что попали по знакомству Или за счет родственника Мать их тыак Тихоплетничает Валентина Кондратович Не покупаю конфеты Рошен Страшные это конфеты Как только фантик в руках захрустел Пулею сердца задето Пахнет от них черным дымом боев Горечью в каждой конфете Копоть покрыла до самых краев Не шоколад это дети В коробке красивой рядами лежат Блестящие новые пули Стаями вороны с криком кружат Люди навеки уснули Не покупайте конфеты Рошен Руки в крови не марайте Их Порошенко по этой весне Сделал из жизни, знайте Не будем о грустном Ну и напоследок стихоплетничает Майами бич Сливки ленивки Сливочный вкус мотайте на ус Такие конфетки всегда на столе И гости, и детки им рады везде Бывало зайдешь в магазин за вкусняшкой И за прилавкой стоишь полчаса Всю дум угадаешь, какие конфетки Купить бы к чаечку и кофеечку Тебе бы сегодня, чтоб была вкуснота Вот маки, ромашки и шоколадки Но в них очень мало того молока Что может коровка, коровка-муренка Тебе предоставить всегда и слегка Тебя одолели коварные думы Ты больше не можешь понять ничего И голос пророчит, как древние руны Тебе нужно только заметить одно И вот устремился твой взгляд на ленивки На сливки ленивки от фирмы Рошен С коровкой-муренкой на светлой поковке Это ведь лучше, чем Фаберже Ты прям килограммами их набираешь Тебе не пугает ни вес, ни состав Ты веришь доктрины, что счастье бывает И сливки ленивки твой идеал Ёпта Девочки, мальчики, было бы интересно В комментариях увидеть и ваши рифмы Для этих конфеток Пиздец на холодец, блять Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok